Добрый день, уважаемые коллеги! Для нас большая честь участвовать в очередном Петербургском международном онкологическом конгрессе. Рада представить вам наш доклад на тему внескелетная саркома Юинга «Трудности диагностики подхода к лечению». Саркома Юинга впервые описана Джеймсом Юингом в 1921 году. Это вторая по встречаемости среди костных сарком у детей заболевания. Вне скелетная саркома Юинга составляет от 20 до 30% от всех зарегистрированных сарком Юинга. Впервые была описана как отдельная нозологическая форма в 1969 году. Частота ее возникновения достаточно низкая и составляет 0,4 на 1 миллион населения, что в 10 раз меньше, чем при классической саркоме Юинга. Существуют две возрастные группы. Это дети младше 5 и взрослые старше 35 лет. Нет гендерных и расовых различий в этой патологии. Наиболее часто поражаются мышцы верхних конечностей, верхняя часть бедра, мышцы плечевого пояса, ягодичная область. Стоит отметить, что поражение висцеральных органов области забрюшенного пространства составляет 10%. Выделяют прямое метастазирование. Это распространение в прилежащую кость или мягкие ткани. Встречается в 75% случаев. И гематологический путь метастазирования, встречающийся в 25% случаев. Наиболее часто поражаются такие органы, как легкие кости, костный мозг. Стоит отметить, что почти у всех пациентов на момент постановки диагноза имеются микрометастазы. Поэтому саркома Юинга всегда является условно-диссиминированной. Гистологически представляет собой мелкокруглоклеточную опухоль с голубой цитоплазмой. Имеется наличие нейроэктодермальной дифференцировки с образованием розеток Гомера-Райта и обилие мономорфной экспрессии CD99. Также характерной и отличительной чертой внескелетной саркомы Юинга является положительная реакция из-за обилия гликогена и экспрессии HBA7. При проведении молекулярно-генетического исследования выявляется транслокация в 22-й хромосоме. В настоящее время саркома Юинга рассматривается не как морфологическое понятие, а в первую очередь как молекулярно-биологическое событие. То есть это прежде всего опухоль, в которой обнаружены реаранжировки, приводящие к образованию химерных генов с четко определенными генами-партнерами. Это гены семейства ФЕД и семейства ИТС. Наиболее часто, в 85% случаев, это ИВСР1, ФЛА1. На втором месте, в 10% случаях, транслокационным партнером выступает ген ИРГ1. В связи с тем, что нет данных об отличиях морфологической, эпидемиологической и клинической картине, на сегодняшний день эта группа опухоли семейства саркома Юинга остается единой, несмотря на свою молекулярно-гетинетическую гетерогенность. Наиболее часто используется брейкапарт проба на ИВСР1. Она является стандартной при проведении фиш-реакции. Стоит отметить, что результат должен быть интерпретирован только в рамках морфологического и клинического контекста, так как существует множество других сарком, которые имеют перестройку в гене ИВСР1. Поэтому данная реакция не является диагностической. Надо ли делать фиш? Здесь подходы в мире разнообразные, и они остаются на усмотрение патоморфолога, проводящего диагностику этой опухоли. Стоит отметить, что во всех остальных случаях при наличии генетических изменений гена ИВСР1 и его реаранжировки с другими генами речь идет о группе Юинг-подобных сарком. В случаях опухоли, близких по морфологическим характеристикам к саркоме Юинга, но отсутствием генетических аберраций речь идет о недифференцированных круглоклеточных саркомах. Наиболее часто в 70% случаев выявляется саркома с перестройкой CIC-DUX4. Она встречается в 70% случаев. Впервые была описана Кавамура с сайта его коллегами. Это достаточно гетерогенная по своим молекулярным характеристикам группа. Эпидемиология и локализация существенно отличаются от классической саркомы Юинга, но крайне сильно похожа на внескелетную саркому Юинга, так как средний возраст — это 30 лет. Наиболее часто поражаются мягкие ткани, туловище, висцеральные органы. Характерной ее отличительной чертой является обилие миксоидной стромы. Нет тотальной диффузной экспрессии CD99, как при классической внескелетной саркоме Юинга. И она может давать положительные экспрессии на VT1 и ITV4. Вторая подобная опухоль — это опухоль с перестройкой БИКОР. Она больше похожа на классическую саркому Юинга. По своим эпидемиологическим и клиническим характеристикам, так как средний возраст — 15 лет, наиболее часто поражаются кости, мягкие ткани поражаются крайне редко. Отличительной ее чертой от классической саркомы Юинга является наличие виринноклеточного компонента и минимальная экспрессия CD99. По рентгенологическим признакам для нее характерна литическая деструкция, часто выявляются патологические трещины либо патологические переломы. И также в этой опухоли необходимо проводить дифференциальный диагноз с остеосаркомой, так как она экспрессирует САПБ2. Это транскрипционный фактор, который характерен для остеогенной дифференцировки. Дифференциальный диагностический ряд в низкелетной саркомы Юинга достаточно большой. Помимо юингоподобных опухолей, классической саркомы Юинга, необходимо дифференцировать ее с низкодифференцированной синвиальной саркомой. Здесь основным критерием является транскрипционный фактор ТЛЕ. Она по своим характеристикам в большей степени похожа на опухоль с бикор-перестройкой. Следующая группа – это группа десмопластической мелкокруглоклеточной опухоли. Они крайне похожи с внескелетной саркомой Юинга, а также с опухолями с перестройками CIC, так как это третья декада жизни, наиболее часто поражаются мягкие ткани. И висцеральные органы, может выявляться ген ИВСР-1, но есть отличительные иммуногистохимические характеристики. Следующая группа – это альвеолярная рапдомиосаркома, которая составляет 20% от всех рапдомиосарком. Вторая декада жизни – поражение мягких тканей, так же как и при внескелетной саркоме Юинга. Наиболее характерен верительноклеточный компонент, что делает её похожей на опухоли с бикорперестройкой. Ну и основным является проведение молекулярно-генетического исследования, при котором выявляются ПАКС-3-ФАКС-У1 и ПАКС-7-ФАКС-У1, и также положительная реакция на миогенин. Следующая группа – это мезонхимальная хондросаркома, тоже крайне похожа на внескелетную саркому Юинга. Третья декада жизни – поражение мягких тканей, мелкокруглоклеточное строение, положительный CD-99, положительный ВСР-1, но есть характерные особенности, отличающие её как от внескелетной саркомы Юинга, так и от опухоли с CIC-перестройкой. Во-первых, здесь нет миксоидной стромы, характерной для опухоли с CIC-перестройкой, нет положительных реакций на гликоген, характерных именно для внескелетной саркомы Юинга. Следующая группа опухолей – это миксоидная липосаркома, либо круглоклеточная саркома. Она в большей степени похожа на опухоли CIC-перестройка, четвёртая декада жизни, мягкие ткани, так же как и при внескелетной саркоме Юинга. Круглый мелкоклеточный вариант строения, так же как при внескелетной саркоме Юинга и при опухоли CIC-дифференцировка. Отличительной чертой является то, что здесь есть миксоидная строма, делающая её похожей именно на опухоли CIC-перестройкой, но отличающая её от внескелетной саркомы Юинга. Что стоит отметить? В данном контексте стоит отметить то, что при морфологической верификации необходим от патоморфолога полный молекулярно-генетический, многистохимический, рентгенологический, а также клинический анализ профиля опухоли, так как все они достаточно схожи по своим характеристикам. Какие же факторы риска можно выделить? Во-первых, это стадия болезни, размер опухоли, ответ на индукционную химиотерапию, возраст пациента. Ряд авторов выделяют такие неблагоприятные факторы прогноза, как наличие лейкоцитоза и инициально высокий уровень лактат-дегидрогеназа. Каковы же подходы в терапии? Первое исследование. На его примере мы хотели показать вам сравнительную характеристику показателей выживаемости при классической саркомии Юинга и при внескелетной её локализации. В данной статье представлено исследование, проведённое на 120 пациентах. У 29 из них была внескелетная локализация. Локализация образования в области конечности наблюдалась в 51 случае. При внескелетной локализации поражение мягких тканей было в 23 случаях, что составило 79%, а поражение внутренних органов было в 6 случаях, что составило 21%. Хирургическое лечение было проведено 76 пациентам, что составило 63%, а 44 пациентам была проведена лучевая терапия. Медиана составила 38 месяцев. Общая пятилетняя выживаемость для внескелетной локализации составила 68%, а для скелета 70%. Показатели достоверности достаточно достоверные. Стоит также отметить, что при поражении висцеральных органов показатели выживаемости были крайне низкие, составили всего 33%. Местный рецидив после этапа локального контроля при внескелетной саркоме Юинга возник в 28% случаев, при классической саркоме Юинга в 10% случаев. То есть при стандартном лечении пациенты с саркомой Юинга имеют более благоприятный прогноз, чем с внескелетной саркомой Юинга. Риск местных рецидивов при внескелетной саркоме Юинга выше. Второе исследование было проведено в Children's Oncology Group. В исследование вошло 60 пациентов. Медианное наблюдение составило 74 месяца. У половины из пациентов была проведена комбинированная лучевая терапия. 26 была проведена только операция, а 4 получили только лучевую терапию. Общая пятилетняя выживаемость составила 76%. У 22% возник рецидив с медианой 15 месяцев, и у 11 возник локальный рецидив с медианой 14 месяцев. О чём говорит это исследование? В исследовании преимущественно сравнивалась усиленная местная терапия с применением комбинированных методов лечения хирургии лучевой терапии и деэскалированная местная терапия, когда проводилась только лучевая терапия либо только хирургия. Это исследование показало, что агрессивная комбинированная местная терапия не всегда даёт преимущественно в плане локального контроля, так как высокий риск рецидива у пациентов с положительными краями резекции, которым в последующем проводилась лучевая терапия. Однако в этом исследовании было показано, что у пациентов, у ряда пациентов с огромными образованиями, которым была проведена предоперационная лучевая терапия, и в дальнейшем они были соперированы, показали достаточно удовлетворительные показатели выживаемости. Следующие два исследования сравнивали химиотерапевтический подход. В настоящее время дискуссии по поводу, по какому протоколу лечить пациентов с нескелетной саркома Юинга продолжают вестись. Ряд исследователей высказывается в пользу протокола СИВЭС, вторая половина высказывается в пользу протоколов для саркома Юинга. Здесь представлены два исследования Children Oncology Group. В первое исследование вошло 94 пациента с внескелетной саркома Юинга. Достаточно хорошие показатели общей выживаемости составили 88%. Использовалась усиленная химиотерапия препаратами Винкристин, Доксорубицин, Галаксан с применением интервального сжатия. Вторая группа из 119 пациентов, второе исследование также 119 пациентов с нескелетной саркомой Юинга, также Children Oncology Group. Стандартная химиотерапия ВАК и Е с применением интервала сжатия показатели общей выживаемости составили 73%. Эти два исследования показали, что зачастую необходима более интенсивная системная химиотерапия, так как она позволяет достичь более высоких показателей выживаемости. И основным методом лечения всё-таки для этих пациентов является системная химиотерапия. Также мы хотели поделиться с вами нашими данными за период с 2009 по 2020 года нами было пролечено 498 пациентов с саркомами мягких тканей. Из них нескелетная саркома Юинга была у 44 пациентов, что составило 8,8%. Из них 12 пациентов умерло, что составило 27,3%. От осложнений химиотерапии умерло трое. Один выпал с наблюдения и 5 пациентов умерли от основного заболевания. Три пациента живы, но признаны инкурабельными. У шести пациентов возник рецидив заболевания и у четырёх прогрессия на фоне лечения. 32 пациента живы, без признаков болезни. На данном слайде представлены показатели общей выживаемости и без рецидивной выживаемости. Стоит отметить, что все пациенты получали комплексное лечение по протоколам лечения саркома Юинга, предусмотренные в нашем институте, проводимые на то время. Итак, общая выживаемость при локализованной стадии заболевания у пациентов составила 81%, при диссеминированной стадии заболевания составила 47%. Также мы посчитали выживаемость без признаков прогрессирования, которая составила 59%. И хотелось бы подвести итог. Морфологическая верификация внескелетной саркомы Юинга требует полного анализа иммуногистохимических, молекулярно-генетических характеристик в совокупности с клиническими проявлениями и данными визуализации. Выбор программы лечения зависит от опыта и протоколов лечения клиники, но зачастую требуется более агрессивная и интенсивная химиотерапия. Метод локального контроля лечения внескелетной саркомы Юинга при первичной и при рецидивной опухоли остается дискутабельным и зависит от срока рецидива, объема прогрессирования, ответа на химиотерапию, также от количества метастазов, их локализации и потенциала лечения больного. Огромную роль играет опыт мультидисциплинарной бригады, возможность выполнения радикальной резекции без потери качества жизни пациента, ну и также большое значение имеет стадия болезни и возраст пациента. Также мы хотим оставить наши контакты по всем непонятным вопросам. Можно обращаться к нам на телемедицинские консультации. Будем рады к сотрудничеству с другими центрами в борьбе с этим тяжелым заболеванием. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok